Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст, том 12, книга 2, беседа 5. По счастью и несчастью. Многие люди думают, что когда они богатеют, когда пользуются славой, когда у них все идет успешно, когда они побеждают врагов, тогда помнит о них Бог. Поэтому они не знают и того, когда Бог забывает о них. Не зная признака пометования Божия, они не знают и признака забвения. Пометование Божие о нас происходит ни от чего другого, как от усердного упражнения в добродетели. Равно и забвение ни от чего другого, как от пребывания во грехах. Поэтому и ты, человек, когда находишься в несчастье, не говори «забыл меня Бог». Напротив, когда ты находишься во грехах, и тогда особенно, когда все идет у тебя успешно. Трезвая и бодрствующая душа показывает свое благородство не только тогда, когда дела идут успешно, но и в случае злоключений воздает одинаковую благодарность Богу, нисколько не ослабевая вследствие переменной обстоятельств. Как многоводный поток, принимая приток, образует пузыри, из которых одни лопаются тотчас же, а другие, хотя и значительно вздуваются, тогда впоследствии лопаются. Так точно и море настоящей жизни. Одних поглощает, едва лишь они явятся, а других, у кого хватает сил на более продолжительное время, и их потопляет. И что ты смущаешься, говорит, если одни исторгнут, а другой введен в мир. Христа распинали, а разбойника Ваараву просили освободить. Убийца был предпочтен спасителю. Когда случается перемена к худшему, тогда снимаются маски льстецов, тогда изобличается толпа лицемеров и их притворство. Все открываются, говоря, презренный, мерзкий, подлый. Не ты ли вчера льстил ему, не ты ли лобызал его руки? То была личина. Пришло время, и я сбросил личину и открыл свои мысли. Многие сострадают друзьям, когда они терпят несчастье. Но радоваться с ними, когда они пользуются славой, не могут. Действительно, радоваться с радующими не только немалый добродетель, но и даже и гораздо большее, чем плакать с плачущими и защищать их в опасностях. Многие разделяли опасности вместе с терпевшими опасности, но находившимся в счастье не сорадовались, а напротив даже огорчались. И таким образом, выдержав более тяжкое, оказывались бессильными на более легкое. Подлинно ничто не делает людей так неразумными и преступными, как привязанность к славе. И ничто не делает так досточтимыми и твердыми, как презрение к ней. Потому-то и нужна весьма мужественная душа тому, кто хочет устоять против столь сильного порыва и напора ветра. Когда человек, привязанный к славе, благоденствует, он считает себя выше всех других. Когда же терпит противное, готов заорить себя в землю, будучи поглощаем печалью. Три отрока были вернуты в печь, и, несмотря на это, не забыли благочестие. Потому-то огонь сделался для них стеною, пламень, одежда и печь источником. Приняв их связанными, она возвратила их разрешенными. Приняла тела смертные и не коснулась их, как бессмертных. Не познала природы, но почтила благочестие. Мучитель связал ноги, а ноги связали силу огня. О дивное чудо! Узников разрешил пламень, и сам затем был связан узниками. Благочестие отроков изменило природу вещей, а лучше сказать, не природу изменило, но, что еще удивительней, не изменяя природы, остановило ее действие. Оно не угасило огня, а заставило его и горяне оказывать свои силы. И что дивно и чудно, это случилось не только с телами святых, но и с их одеждами. Как у апостолов одежды Павла прогоняли болезни и демонов, и тень Петра обращала в бегство смерть, так и здесь обувь этих отроков угасила силу огня. Не знаю, как и сказать, потому что чудо превосходит всякое слово. Огонь не угасал и не угасал. Когда прикасался к телам святых отроков, он угасал. А когда надобно было расторгнуть узы, не угасал. Узы расторг, опять не коснулся. Видишь, какая близость, и не ошибся огонь, и не дерзнул пройти дальше уз. Для чего же мучитель связал их, намереваясь ввергнуть в огонь? Чтобы чудо было величественнее, чтобы знамение было удивительнее, чтобы ты не принял видимого за обман глаз. Если бы этот огонь не был огнем, то он не истребил бы уз, не попалил бы воинов, сидевших вне печи. Теперь же на бывших в печи он показал свою силу, а на бывших внутри обнаружил покорность. И когда мучитель увидел, что отреки не потерпели никакого вреда, послушай, как он переменился. Рабы Бога Всевышник воговорит. «Выйдите и подойдите!» Даниила 3, 26. Незадолго перед тем он говорил. «И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Что же случилось? Откуда такая перемена? Ты увидел, как погибли бывшие вне печи, и зовешь находящихся внутри. Откуда напало на тебя такое любомудрие? Видишь, какая перемена произошла с царем? Для того и попустил Бог быть всему, чего хотел мучитель, чтобы показать, что тем, кого он охраняет, никто не может повредить. То же самое сделал он и с Иовом. Он попустил дьяволу выказать всю свою силу. И когда он истощил все стрелы, и уже не оставалось никакого рода козней, тогда-то и вывел подвижника из поприща, чтобы победа была славна и несомненно. И блаженный Павел, просветивший всю Вселенную, некогда во время призвания был ослеплен. Но его ослепление стало просвещением для Вселенной, так как он смотрел худо, то Бог хорошо ослепил его, чтобы он прозрел с пользой. И так как он чрезмерно гнал церковь и был очень силен и неукротим, то на него налагается сильнейшая узда, чтобы он, увлекаемый порывом своей страсти, не пропустил мимо слуха сказанного ему, а также узнал, что с кем он борется, от того он не может перенести не только наказание, но даже и благодеяние, так как не мрак ослепил его. Но избыток света омрачил его. А что сказать о Петре? Говорится, Иисус, войдя в одну лодку, которая была Симонова, просил его отплыть несколько от берега. Лука 5.3 Видишь, как входит в корабль, не имеющий нужды в корабле, чтобы уловить господина корабля. В самом деле, почему Господь просит Симона? Почему Симон, потрудившись всю ночь и ничего не поймав, оставался без дела? Он весьма досадовал, пустыми руками вынимая сети и присоединяя труд к труду, и так, как ничего не мог приобрести, был печален. Поэтому Господь, посмотрев на его опечаленное лицо, говорит ему, Суди мне, рыбарь, на краткое время челнок твой, чтобы с него получить мне народ, который, как ты видишь, следует за мной. Симон же еще погруженный в печаль от неудачи, говорит Господу, Откуда явился ты, человек? Что ты беспокоишь меня? Поищи другой челнок, если хочешь оставаться на озере. Видишь, что я опечален, так как у меня не достает хлеба, а ты обещаешь дать взамен Слово Божие. Я не вижу, где бы занять денег, чтобы накормить свою тещу и жену, а представлю тебе челнок, чтобы напрасно трудиться, и день, как трудился ночь. Если ты представишь плату за перевоз, входи в мой челн, если же не внесешь, то уходи, прошу тебя, потому что меня питает дар, а не слово. Не ропщи, Симон, отвечает ему Господь, поистине ты говоришь, как корабельщик, не считая моего присутствия лишением для тебя. Оно доставит скорее обилие, чем оскудение. Услышав это и несколько просветлев лицом от надежды получить награду, Симон принимает Господа в корабль. Иисус же говорится, сев, учил народ из лодки. Лука 5.3 Симон же, слушая учения, начал роптать, говоря себе, от этого ли ожидать мне получить награду. И в ночь я потерпел неудачу, и кто же встретится мне сегодня? Этот, который говорит о нестяжательности, учит, чтобы никто ничего не имел, может быть, он хочет, чтобы я продал и мой челн, чтобы раздать все бедным. И я жду от него получить награду. Затем, подойдя к Господу, говорит, Слова твои прекрасны, и речь твоя приятна, и учение твое достойно почтения. Однако исполни наш договор. И Господь говорит Симону, ты хочешь получить от меня плату? Отплыви на глубину и закиньте сети ваши для лова. А Симон Господу, уже ли опять мне ловить, закидывать сети и предпринимать труд? О, если бы и ночь не осизал я пустыми руками! Разве ты опытнее меня в искусстве плавания? Или чем-нибудь владеешь в сокровенной глубине? Можешь быть учителем, но разве ты и рыболов? Уйди от меня! Вижу, что ты ничего не можешь заплатить. Что я трачу время? Не заявил ли я об этом тебе с самого начала? Тогда Господь Симону, не смотри на меня, Симон, как ничего не имеющего. Не на руки мои или пазуху обращай взор. Не в руках, а в устах моих я ношу твою плату. Отплыви на глубину и закиньте сети ваши для лова. Но тот отвечает, Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Лука 5, глава 5, 6 стих. О, дивное дело! Не оставляет Петра забота. Разрывались сети, а он смотрел на Христа. Думал о рыбах и размышлял о чуде. Он не в силах был извлечь груза и позвал помощников. Находившиеся в другом корабле, где были Иаков и Иоанн, пришедшие, начали собирать рыб. И чем больше собирали, тем больше последние умножались. Рыбы спешили друг при другом исполнить владычные повеления. Малые перегоняли больших, средние опережали более крупных. Большие перескакивали через малых. Они не ждали лук ловцов, а сами прыгали в лодку. Дно озера порожнилось. Ни одна рыба не хотела оставаться внизу. И так как сети прорвались, одни сами прыгали в лодку, а другие оставались около сетей, стремясь быть уловленными и не желая оставаться вдали от них. А что же Симон? В подпечатлениях двух обстоятельств безуспешного ночного лова и успешного лова днем, по слову Иисуса, он, видя это, припал к ногам Господа со словами «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!» И узнал, наконец, кто ты. Никогда не видел я такого лова рыб. Обычно, владыка, рыбы заключаются внутри не вода, а я вижу противоположное совершившееся чудо. Извне рыбы одолевают небо. Удержи, наконец, божественное твое повеление, оставь озеру хотя бы двух рыб для развода. Выйди от меня, Господи! Не тебя отвергаю, а себя самого признаю недостойным. Выйди от меня, потому что я человек грешный. Что же, Иисус? Не бойся, Петр, отныне будешь ловить человеков. О, могущество Господа! О, благоразумие Петра! Лишь только услышал, как тотчас же повиновался. Ни рыб не продал, ни с женой не простился, а, выведя чел на землю, оставил все и последовал за Христом. Так и Лазаря. Богач увидел на лоне Авраама, чтобы, как первому, причиняло тягчайшую пытку то, что он лежал у ворот богача и видел чужие блага, так и последнему теперь причиняло наказание, тягчайшее самого пребывания в Гиене. То, что он видел блаженного Лазаря, чтобы не только по свойству самих мучений, но и по сравнению с наградой Лазаря, он терпел жесточайшее наказание. И как Адама, извергая из рая, Бог поселил против рая, чтобы постоянный вид последнего, обновляя чувство скорби, заставлял его сильнее чувствовать лишение райских благ, так и богача он поместил против Лазаря, чтобы видеть, каких он лишился благ. Но почему богач обратился с просьбой не к Лазарю, а к Аврааму? Он стыдился и смущался, не по собственному опыту думывал, и по собственному опыту думал, что тот непременно помнит обиду. Если я рассуждал, он, пользуясь таким богатством, без всякой для меня обиды, презрел человека, находившегося в столь бедственном положении, и не уделял ему даже крох, то тем более он, столь презренный мною, не окажет мне снисхождения. Поэтому он обратился к Аврааму, который, как он думал, не знал происшедшего, не ведая, что патриарх говорил не от себя, а изрекал ему божьи законы, и просил перста того, кого он часто предоставлял языкам собак. «Но посмотри на снисходительность праведника». Он не сказал «Бесчеловечный, жестокий, нечестивый, столько зол попустил ты терпеть человеку, а теперь вспомнила человеколюбие, милосердие и снисхождение, и ты не стыдишься и не краснеешь». Ничего такого не сказал он. «А что, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей». Лука 16, 25 «Не спущай, говорит опять смиренную душу, достаточно для него наказания. Не будем ругаться над его злоключениями. Что могу, то я даю тебе. Не перейти отсюда туда, это не в нашей власти. Послушаем, что говорит богач Аврааму. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени семь». Итак, почему он умоляет не Лазаря, а Патриарха? Вполне естественно, на бедняка он не осмеливался и взглянуть. Вспоминая свою бесчеловечность и жестокосердие, которое он обнаружил в отношении к Лазарю, он предполагал, что тот, может быть, не удостоит его и ответом. Поэтому он обращается с просьбой не к нему, а к Патриарху. Но, несмотря и на это, он не достиг ничего. Видишь ли, каким почетом и достоинством пользуется тот, кто лежал у ворот презренный нищий, постоянно боровшийся с голодом, покрытый ранами, которые лизали собаки. С удовольствием. Я постоянно говорю об этом, чтобы никто из находящихся в бедности или терпящих болезни и голод не считал себя несчастным. Но, перенося все с терпением и благодарностью, питался благими надеждами и ожидал будущих неизреченных наград и воздаяний за труды, коих всем мы досподобимся получить благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает слава, держава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь.